Друзья, сегодня пятница, 5 апреля на календаре. Это прямой эфир программы «Твое утро» 222-333. Наши координаты. Звоните и смотрите нас также в онлайн на сайте rikotv.kz. Мы сегодня говорим о творчестве, о творческих людях и вообще о том, кто творит и создает праздник. Мне кажется, среди наших телезрителей найдутся действительно выдающиеся личности, которые умеют вышивать крестиков. А ты умеешь что-нибудь вышивать? Макромем от вскоре? Я могу много, много, много говорить. Я знаю, что ты умеешь носить плитку, выбирать плинтуса. Да, это тоже своего рода творчество. Сама придумываешь? Сама придумываешь? Нет, сама или? Проявляю, конечно, да. Сама? Нет, помогают дизайнеры, конечно, но все это выдаю за... Богатых не поймешь, друзья, ну что же делать, да. Говорим мы сегодня о празднике, о творчестве. Еще раз напомню, у нас в студии Мария Ушакова, основатель эвент-агентства The Art. Многие знают его, потому что дети тоже любят праздник. И телеканал Рика ТВ является информационным партнером нового и первого мюзикла в городе Октябре. Алиса в стране чудес. Об этом мы сегодня поговорим. Доброе утро. Наши друзья, без которых мы тоже не обходимся и на праздниках, когда идет открытие ретро-парка. И вообще, просто в студии, когда ребята к нам приходят. Доброе утро, Маша. Доброе утро. Мы рады видеть руководителя. Руководителя, а не анимационных героев, хотя бы тоже... Мы их часто видим на праздниках, да, на различных. Ваших. Вот с 20 по 23 апреля в филармонии в областной имени Газиды Жубановой, да, пройдет с 10 до 6 вечера сказка-мюзикл «Алиса в стране чудес». Сценарий, который был написан вашими артистами, кто хоть... Расскажите хоть один секрет, как это будет, что это будет. Очень интересно. Откуда идея пришла? Давайте начнем с того, что до 20 апреля по 23-й ежедневно два раза в день будет проходить мюзикл. Это впервые в октябрьский мюзикл «Сказка для деток», которая написана в новом формате. То есть какой формат, конечно же, мы оставим в секретах, мы все это увидим, узнаем. Да, вот. Что касается самой сказки, что там будет, это всеми известная старая история Алисы в новой интерпретации. То есть мы ее расскажем по-новому, по-другому, будет совершенно новая история. Ну и все это в формате мюзикла, собственно, да, для публики деток, наверное, от трех лет. Ну и без ограничений, потому что, в принципе, это семейная сказка, которая будет интересна как деткам, так и взрослым. Вот чья идея? Активенцы жалуются в социальных сетях. У нас нет спектаклей. К нам не приезжают артисты. Раньше в 90-е, в 2000-е годы приезжали и группы различные, и мюзиклы ставили. Идея кому пришла? И как вы ее воплощаете? Ну, ни для кого не секрет, да, что компания The Art Event ежегодно, ежемесячно практически вводит в октябрь какие-то новиночки. Мы стараемся привести все самое интересное, так как у нас новосибирский филиал. Очень много идей мы берем оттуда. Собственно, это, наверное, новый формат, который мы запускаем. То есть это первая сказка, но далеко не последняя. То есть мы будем примерно раз в год, раз в полгода выпускать новые мюзиклы, новые сказки. И, конечно же, показывать их не только в нашем городе, но и будем стараться гастролировать по всему Казахстану, представлять наш город, да, и наиболее. Это здорово. Уровень, уровень. Вот недавно у нас театр Кукол Алакай был, они тоже рассказывали, что планируют по всему Казахстану проехаться, да. Ну, хорошее начало, хороший старт. Я думаю, мы вас поддержим, и зрители наши тоже заинтересуются сейчас. Вы же нас поддерживаете? И в парке, и на программе «Твое утро», и на других программе. И мы вас поддержим. Ну, вот скажите, где билеты можно будет приобрести, купить, где-то их можно будет, какова цена будет билетов? Доступно? Да, безусловно, цены доступны. Что касается пункта продажи билета, для того, чтобы не создавать путаницу, да, мы сделали один пункт продажи. Это находится он в старой части, рядышком с гостиницей «Элег» есть семейное кафе «Дэнспица». Вот, собственно, там работает отдел продаж. То есть все наши жители и гости города к тебе могут обратиться либо туда, либо для удобства мы сделали бесплатную доставочку по городу от двух билетиков. То есть могут привезти прямо вам домой, либо на работу. Вот сервис, вот это сервис. Друзья, заказ билетов по телефону 8708-358-5961, либо в здании гостиницы «Элег» бывший ресторан «Чарли». Именно там вы сможете приобрести билеты. Так, Маша, вот не сказали, откуда пришла идея. Кстати, друзья, пока задаю вопрос, вот пытаюсь прыгать с места на место. 2-2-2-3-3-3, телефон прямого эфира. Пока наши гости здесь в эфире, мы разыграем два билета на первый ряд на мюзикл «Алиса в стране чудес». Я даже дотянусь билетиков. Напомню, что он пройдет с 20 по 23 апреля в здании филармонии, что находится в жилой городке. А вот скажите, говорят, что костюмы, декорации вы заказывали специально для этого мюзикла в России, для этой постановки. Это правда? Все верно. Не совсем 100% все декорации, все костюмы частично. Мы изготавливаем что-то сами, так как у нас в коллективе очень много талантливых ребят, мастеров, скажем так, своего дела. Вот, костюмы, основная часть, наверное, процентов 70. Да, мы заказывали с России, заказывали их на заказ. То есть, в данный момент некоторые костюмы еще изготавливаются. Ведь это дорого, это накладно, транспортировано. Эксклюзивности Маша хочет. Она как ты. Я теперь понимаю слово и имя Маша. Эксклюзивность. Эксклюзивность. Мы согласны. Это необычное. Необычное. Ну вот, ребята, много задействовано в постановке? В постановке задействовано около 10 артистов, которые будут выступать. Что касается эксклюзивности, да, еще хочу сказать. Наверное, мы каждому проекту стараемся подойти так, чтобы это было что-то действительно стоящее. То есть, сделать, показать нашему городу и, в принципе, Казахстану, да, что у нас тоже есть очень много талантливых ребят, которые горят своей работой, которые просто живут, наверное, да, этим тем, чем мы занимаемся. Вот это самое главное. Конечно, безусловно. А с ними кто-то занимается, нет? Или вот сами? Сами творческие, сами тренируетесь, все? Одного творчества мало. То есть, нужно, конечно же, постоянно свое мастерство оттачивать, повышать квалификацию. Профессионалы. Обязательно, да. Поэтому с ребятами, безусловно, занимаются. То есть, они ходят на различные курсы, театральные студии, которые есть в нашем городе. Многие ребята уже позаканчивали, да, и, собственно, уже работают. Вот. Ну и постоянно мы стараемся повышать их квалификацию какими-то тренингами, какими-то курсами, то есть, уже у себя непосредственно в компании. Я вернусь к своему вопросу, откуда идея пришла? Вот нужно создать мюзикл. Знаете, как получилось? Давай правду, Маша. Правду хочу, только правду. Получилось так, что мы, в общем, постоянно в поисках чего-то нового. Ну вот, на самом деле. То есть, когда наступило определенное истощение такое творческое, мы сидели и думали, блин, ну что бы такое сделать еще интересное. Вот впереди лето, весна, все оттаяло, все-таки круто. Вот хочется что-то такое новое, новый формат какой-то. И как-то вот Ольга Зотова, у нас режиссер-постановщик совместно с Иваном Гильдебрандом, да, собственно, эти ребята, они и предложили. Давайте сделаем мюзикл крутой, клевый. Ну и уже в процессе мы начали искать сценарий, созвонились с нашими коллегами из России. Вот. Нам частично помогли со сценарием. Вот. И мы, собственно, решились на такой большой массовый проект. Ну, я думаю, что все получится. Не переживайте, все получится. Тем более, у вас информационный партнер Вика ТВ. Мы вас поддержим. Два билета, дорогие друзья, на мюзикл, сказку «Алиса в стране чудес» от агентства The Art, который пройдет с 20 по 23 апреля в здании областной филармонии. Получит тот, кто к нам дозвонится по телефону 222-333 и сделает это прямо сейчас. А мы как раз-таки определим, кто у нас проснулся первым этим утром. Здравствуйте. Есть телефон, звоночек. Доброе утро. Доброе утро. Как вас зовут? Настя. Настя. Очень приятно. Настя, а вы вообще читали «Алису в стране чудес»? Читала давно. А давайте вспомним главных героев данной сказки. Сама Алиса. Так. Какой-то кролик там был. Подсказочка будет сейчас. Да. Мы вот так вот. Кролик? Да. Кролик. Так. Ой, я читала давно это было, не помню. Так, смотрите. Какую афишу мы вам показываем красивую. Это к предстоящему. Настенька, давайте поактивнее, поактивнее. Настенька, просыпаемся. Настя. Ну, какая прелесть. Как вы подготовились. Настя, вы с нами? Да, да, да. Настя, вот скажите, вы творческий человек? Хоть на немножечко, на небольшой процентик из ста. Да. Да? А какое творчество у вас есть? Давайте, что вы умеете делать? Я люблю вязать. Вязать? Да. Ага. Так, что связали в последнем? Слитки. Слитки? Так лето ведь на носу. Настя будет в слитках летом ходить. Нет, это последнее. Так, давно, видимо, вязали, да? Да. Настя, стихи, может быть, какие-то песни? Может быть, среди ваших близких есть особенно творческие люди, которые уникальны в чем-то? Есть. У меня подруга пишет картины красивые. Одна подруга делает красивые фенечки. Настя, скажите, у вас есть детки? Нету. Ну, значит, будут. Мы вас поздравляем. Сегодня мы вам вручаем, так как вы дозвонились первой, два билета на сказку-мюзикл от агентства The Art, которая состоится, еще раз напомню, с 20 по 23 апреля в здании филармонии. Друзья, заказывайте билеты, вам их могут даже привезти, поэтому не стесняемся. Не так уж часто в нашем городе для детей проводят подобные вещи. Это прекрасно, на самом деле, возможность отличная. Просто развеяться. Ну, а что у нас? Получается The Art и Locomotive. В Locomotive можно посмотреть мультики, а в The Art можно посмотреть действия, да? Вживую это все. Мы обязательно пойдем, я уже запланировала. Я тоже. Освободила свое время. Не верьте, не пойдет она никуда. Пойду, 100%. Все, Маш, вы слышали, да, о чем она говорит? Спасибо, да, конечно. После премьера в нашем городе на все лето вы планируете гастрольный тур по Казахстану, вы уже говорили, да? Куда отправитесь в первую очередь? В первую очередь мы хотим начать с Алматы, так как у нас там не имеется филиал. То есть мы начнем с южной нашей столицы. Далее мы отправимся по всем городам. Мы планируем, в принципе, до конца года посетить все города Казахстана. То есть, да, Актау, Тарау, Кукшитау, вот, ну, абсолютно все. То есть посмотрим, как пройдет, с каким успехом мы вернемся обратно в Активицу. Здорово. Маша, спасибо большое, что посетили нашу студию. Друзья, еще раз напомним, что с 20 по 23 апреля вы сможете посетить сказку-мюзикл «Алиса в стране чудес» «Яркое зрелище» от агентства The Art. Все это пройдет в областной филармонии. Сегодня мы два билетика разыграли. Разыграли два билета. Заказать билеты вы сможете, приехав в старую часть города, в гостиницу «Элег». Вы увидите там здание, где располагается, собственно, агентство ярких праздников и ярких впечатлений The Art. Телеканал Рико-ТВ является информационным партнером данного мероприятия. Ну, а также можете заказать от двух билетов и выше по телефону 8708-358-59-61. Всем родителям, всем учителям, всем педагогам на заметочку «Алиса в стране чудес» ждет вас с 20 по 23 апреля в городе Октябрь. Будем культурно развиваться. Это просто необходимо нашему городу. Да и вообще всем, я думаю. Маша, вам говорим большое спасибо за то, что помогаете нашему городу. Культурно развиваться. Культурно, да. Отдыхать, развиваться. И действительно, это здорово, что у нас в городе есть такая возможность сходить. Да, друзья, мы еще раз повторим с Машей. Мы не рекламируем, мы рекомендуем, дорогие друзья. Тем более, что поддерживаем различные творческие процессы и творческие коллективы, которые создают местные. Создают это для жителей города в преддверии 150-летия города на Белом холме. Встретимся в этой студии совсем скоро и, конечно же, поговорим о недвижимости теперь, потому что далее в нашем эфире представители компании, генерального партнера программы «Твое утро» «Хангрупп», где строится не только счастье, но и застраиваются в новом направлении и с новыми технологиями. Не переключайтесь, друзья, вернемся в эту студию.